Продолжение следует... Продолжение половой идентификации, экспедиционизм, вуаризм и так далее. Но на самом деле этот перечень позволяет задать гораздо большее количество вопросов, чем вопрос о том, насколько экспедиционизм мешает водить машину и насколько экспедиционизм является противопоказанием для вождения машины. С одной стороны, ничего катастрофичного в самом по себе этом перечне нет. В нем четко по кодам МКБ-10 перечисляются заболевания, которые... Психические расстройства и расстройства поведения, которые являются противопоказанием к управлению транспортным средством. А именно... Ф-00, Ф-09, органические, включая симптоматические и психические расстройства, ссылка на экране. Ф-20, Ф-29, шизофренические, сетипические бредовые расстройства, ссылка на экране. Ф-30, Ф-39, расстройства настроения, аффективные расстройства, ссылка на экране. Невротические, связанные со стрессом, соматоформные расстройства, F40-48, ссылка также на экране Вызвавшие особо бурную реакцию, F60-69, расстройства личности и поведения в зарелом возрасте Туда же как раз относятся и нарушения в половой сфере Умственные отсталости, F70-79 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ F10, F16, F18, F19 Все оно было бы ничего Почему? Потому что ко всем этим психическим расстройствам Помимо вот этого формально выставленного диагноза по соответствующему коду МКБ-10 Должно иметь место следующее дополнение А именно, психические расстройства и расстройства поведения При наличии хронических и затяжных психических расстройств с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями То есть, самого по себе формально существующего на бумаге диагноза Поставленного условно 10 лет назад Даже такого тяжелого, как, допустим, жезотипическое расстройство Недостаточно нужно, чтобы при этом в диагнозе присутствовали также Хронические и затяжные психические расстройства С тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями Вот здесь возникает вопрос, почему? Потому что если для таких заболеваний, как F009, органические, симптоматические F20, F29, шизофрения F30, F39, аффективные расстройства F70, F79, умственные расстройства Существуют достаточно четкие критерии тяжести того или иного заболевания Существуют критерии, которые позволяют квотизированно оценить эти расстройства То есть, различные шкалы, позволяющие проводить эту ацетку То, допустим, для невротических, связанных со стрессом, самотоформных расстройств F40, F48 Таких шкал уже гораздо меньше Хотя они тоже существуют А вот для F60, F69, они практически отсутствуют полностью Почему? Ну, мы даже уже не говорим о том, мешает ли экспедиционизм водить машину Но в эту же категорию, F60, F69, сходят многочисленные расстройства личности Что такое расстройство личности, смотрим на экран Ссылку По сути дела, если сказать в двух словах Расстройство личности – это патологический характер То есть, это может быть и патологически чрезмерная активность И наоборот, эмоциональность Или заторможенность, вялость, отгороженность, аутичность, апатичность Невозможность воспринимать социально приемлемые рамки поведения Демонстративность поведения И так далее, и так далее, и так далее На самом деле, расстройство личности характеризуется крайне широким спектром проявлений И во всех случаях мы говорим именно о патологическом измененном болезненном характере человека Это не такая болезнь, которая имеет четкое начало и четкое окончание Здесь мы говорим о том, что заболевание возникает в момент формирования характера В период формирования характера Сохраняется на протяжении всей жизни И мы можем наблюдать только некоторые периоды лучшего состояния человека Лучшей его адаптации к окружающей действительности И периоды дезадаптации Критериев хроничности И того, является ли это затяжным, тут быть не может Потому что это заболевание однозначно хроническое, однозначно затяжное Насколько тяжелые и стойкие обострения этого заболевания Все весьма условно Обязательным критерием для расстройства личности является социальная дезадаптация А что считать социальной дезадаптацией? Если у человека маленькая зарплата, это социальная дезадаптация Если у человека нет семьи, это социальная дезадаптация Можно сказать так С другой стороны, если у человека много денег, есть семья Он может быть законченным садистом и асоциальным психопатом Вот здесь это совершенно непонятно То есть это фактически опять-таки отдается на решение конкретного данного исполнителя Кто будет в соответствии с этим перечнем противопоказаний Принимать решение о том, можно ли допустить человека к управлению автотранспортным средством или нельзя Поскольку, как я уже сказал, F6069 представляет широчайшие возможности для постановки диагноза Которые крайне сложно оспорить Ну, впрочем, это как подтвердить тоже Конечно, здесь мы будем иметь практически наверняка множество различных проблем Как юридических, так и, как сейчас модно говорить, проблем с коррупционной составляющей Параллельно с этим перечнем опять возник вопрос Вот в отношении психических расстройств Расстройство поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ В скобочках До прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссии выздоровления По поводу диспансерного наблюдения Собственно говоря, такое явление, как диспансерное наблюдение Представляется уже довольно-таки сомнительным Начиная с 1992 года, когда был принят закон о психиатрической помощи И гарантии прав граждан при ее оказании По сути дела, диспансерное наблюдение может осуществляться Либо при согласии пациента, либо по решению суда У нас же оно осуществляется при каком-то таком вялом и неоднозначном То ли согласии, то ли несогласии со стороны пациента Поэтому человек, реально проходя лечение в диспансере И полностью, в общем-то, вылечившись Но оставив в нем свою карту Может через 10 лет столкнуться с тем, что В соответствии вот с этим вот самым перечнем Ему будет отказано в получении водительских прав Так, конечно, не должно быть Это не проистекает из вышеуказанного Постановления правительства Российской Федерации 29 декабря 2014 года Номер 16.04 Но, тем не менее, такие проблемы уже начали возникать И, к сожалению, скорее всего, будут возникать в дальнейшем Для того, чтобы их избежать Внимательно смотрите законы психиатрической помощи Ну и смотрите, где вы оставляете свои документы Где вы лечитесь Где вы регистрируетесь И что вы говорите в первую очередь на собеседовании с психиатром Дополнительную информацию вы можете найти на сайте Меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com Спасибо за внимание Всего вам хорошего